Осенью 1971 года в Пентагоне в обстановке повышенной нервозности обсуждали неожиданный и неприятный военно-морской инцидент. С борта ударного авианосца 6-го флота США Саратога пришло сообщение, верить которому специалисты поначалу просто отказывались. Авианосец возвращался из Средиземного моря на базу в Майами, когда американские моряки обнаружили у себя на хвосте подводную лодку. Неоднократные попытки оторваться от загадочной субмарины к успеху не приводили. Субмарина легко обгоняла шедший полным ходом 30 узлов авианосец, являющийся гордостью военно-морского флота США. Корабль водоизмещением 80 тысяч тонн, плавучий аэродром размером в три футбольных поля, несущий на себе 90 боевых самолетов, до 3000 тонн авиационных боеприпасов, десятки тысяч тонн авиационного топлива и более 3000 военнослужащих личного состава. Ситуация казалась попросту невероятной и даже мистической, так как ни одна из подводных лодок всех известных на то время флотов для подобного не имела технических возможностей. Военное командование США было всерьез озадачено этой необычной ситуации, в которой их безраздельное господство в Мировом океане оказалось под сомнением. А мы могли ее держать непрерывно на курке, ну как собачку на поводке. Пусть меня простят эти американские моряки, потому что моряки и моряки. С точки зрения политики, я могу сказать, что Саратов для нас не представлял никакой проблемы. В любое время была нажата кнопка. Американцы даже не знали, что русская субмарина обошла Саратогу лишь на одной из своих турбин. На другой включилась аварийная защита. Но и на одной турбине лодка давала 32 узла. И вдруг приходит нам приказание, ну от командования, от ЦКП ВМФ. Вот Саратога вышла из Средиземного моря, ориентировочно следует на Флориду, Майами. Значит, ну, найти, следить. А это сколько там миль. Ну это приличное расстояние. Мы туда рванули, на север, потому что мы были южнее. Вышли в полосу, обнаружили шумы и взяли. Что же за таинственная лодка неслась со скоростью торпеды на перегонке с Саратогой? Это была субмарина суперсекретного проекта 661. По определению создателей – убийца авианосца. По причинам секретности, о некоторых важных событиях, происходящих в отечественном плоте, мы узнаем спустя десятки лет. Причем это относится не только к катастрофам и крупным авариям, но и бесспорным достижениям и победам. Парадоксально, но лишь из сообщений о трагедии с комсомольцем мы узнали, что у нас была лодка, способная погружаться на километровую глубину. В истории Саратога принимала участие самая быстроходная в мире подводная лодка. Об этом тогда мало кто знал даже среди военных, не говоря уже о гражданске. В середине 20 века Америкой была разработана новая военная стратегия. Стратегия реалистического устрашения. В ее рамках появилась и так называемая океанская стратегия. Они шли на резкую перестройку военно-морского флота с тем, чтобы перенести основную мощь своих наступательных сил на просторы мирового океана. Основой этой силы становились авианосцы. В состав каждой ударной авианосной группы входили авианосец с полным авиакрылом, шесть надводных кораблей, в том числе три ракетных крейсера или эсминца, корабли с противолодочными вертолетами на борту, две атомные подводные лодки и универсальный транспорт снабжения. В 60-е годы у Советского Союза авианосцев не было. Прежде всего по причинам экономическим. На строительство огромных кораблей не было денег. И все же Никита Хрущев хотел заставить Америку считаться с геополитическими амбициями СССР. Нужно было что-то противопоставить американским авианосцам. Ставку сделали на подводный пол. Существенным недостатком подлодок начала 60-х годов было то, что для запуска ракеты субмарина должна была всплыть на поверхность. А ведь дать себя обнаружить, значит наполовину проиграть. Перед ракетным конструктором, академиком Владимиром Челомеем, была поставлена задача создать крылатую ракету с подводным стартом для поражения крупных надводных кораблей. И созданный в конце 60-х годов под руководством Челомея подводный ракетный комплекс принимается на вооружение. Аметист становится первой в мире ракетой с подводным стартом. И хотя дальность стрельбы и масса ее боеголовки ниже, чем у ракет надводного старта, эти недостатки с лихвой компенсируются фактором скрытности и внезапности удара. Кроме того, новые ракеты имели автономную систему управления и наведение на подвижную цель. Так что сразу после ракетной атаки наша подлодка могла, не обнаруженной, уйти от кораблей сопровождения противника. Однако и такая уникальная крылатая ракета, как Аметист, это только средство доставки заряда. Родилась идея подводной лодки «Убийцы-Веносы». Лодки, которая несла бы на порту несколько самолетов-снарядов, или ракет крылатых, которые могли бы доставить к авианосцу либо ядерный заряд, либо очень мощный фугасный заряд, обычный, с обычным взрывчатым веществом, который, если бы и не уничтожил авианосец, но вывел бы из строя его полетную палубу. Конструкторам этого корабля поставили условия. Запрещалось использовать решения, отработанные на подлодках, построенных ранее. Речь шла не просто о создании новой лодки. Разработчикам предписывалось создать субмарину будущего. По замыслу военных заказчиков, эта лодка должна была развивать максимально возможную скорость. Крылатые ракеты «Аметист» имели небольшую дальность полета, всего 80 километров. По этой причине и необходима была высокая скорость движения подлодки, чтобы максимально быстро подойти к авианосцу на расстоянии ракетной атаки. Руководить проектом должен был по-настоящему крупный ученый, способный бросить вызов времени. Таким был академик Николай Исанин, один из ведущих специалистов в области кораблестроения. Всю жизнь он был одним из самых секретных людей страны, не давал интервью, не выступал публично. Конструкторы под руководством Исанина работали круглыми сутками. И в декабре 60-го проект лодки будущего был завершен. Он содержал сотни совершенно новых для того времени технических решений. Описание множества компонентов и узлов этой субмарины можно смело начинать со слова «впервые». У этой лодки вместо обычного был штурвал, как у самолета. Никогда еще в таком объеме не применялась телемеханика. Для наблюдений за работой систем в опасных для человека отсеках стали использовать телекамеры. Гораздо шире, чем ранее, работу отдельных узлов лодки и их взаимодействие контролировала автоматика. Конструкторы субмарины обратились к новой для того времени науке — эргономике. На суше собирались макеты командных пунктов и постов управления в натуральную величину. Энергетику лодки должны были обеспечивать два новых атомных реактора. Реакторный отсек, где были два реактора на тепловых нейтронах, большой мощностью, во много раз превышающей те, которые были на лодках первого поколения. Это тоже новая разработка. И тоже явилась прообразом будущих реакторов, будущих кораблей. Эта технология на порядок экономичнее и безопаснее. Подобных реакторов до сих пор нет ни у кого в мире. А для Америки эта наша разработка является предметом неприкрытой зависти. Даже внешне подлодка Ка-162 не была похожа на своих предшественниц. Если все предыдущие дизельные и атомные субмарины формы корпуса все-таки напоминали надводный корабль, то эта лодка была похожа на кита, как живой символ соединения морской биологии и корабельной архитектуры. Впрочем, на флоте Ка-162 прозвали не китом, а золотой рыбкой. Золотая рыбка, это, знаете, так в обиходе, она довольно дорого стоила, понимаете. Особенно в первое время титан ведь стоил баснословные деньги и корпусные. А трубы титановые, особенно первые, вообще были страшно дорогие. Революционным решением стал выбор материала для внешнего корпуса лодки. Рассматривались три варианта. Корабельная сталь, авиационный алюминий и титан. Взвесив все за и против, конструкторы остановились на последнем. Впервые в мире корабль стали строить из титанового сплава. Это и станет основным фактором достижения лодкой рекордных скоростей. Вот этот корпус может стоять веками, веками. Нет никакого срока. Любая даже самая хорошая корабельная сталь, она имеет какой-то предел. Она ржавеет, коррозия, съедается. То есть она утончается. И усталость наступает. Титан же не окисляется. Титан легкий. Его только нужно было научиться делать. И делать из него вещи. И научились делать. Титановые лодки – это перспектива великая. Я не знаю, почему другие государства этим не занимаются. Наверное, слабовато. Так я думаю. До середины 20 века титан не находил практического применения из-за сложности обработки. Сварку титановых конструкций приходилось вести в аргоновой среде. Эти работы требовали ювелирной точности и хирургической чистоты. Как все новое, не все было до конца, видимо, продумано. И у нас были случаи. Вот случай был. Люди задохнули с цесерней. Турмалин так называемый. Потому что люди работали. Где-то утечка газа была. Вентиляция была не совсем, видимо, правильно спроектирована в то время. А аргон тяжелее воздуха. Аргон заполнял цесерну. Воздух вытеснил. И люди оказались среди аргона. И они просто-напросто задохнулись. Вот это были случаи, которые я сам и с другими товарищами, которые увидели. Мы их сами вынимали. Доставали из отсеков, вытаскивали. Но спасти их не удалось. Лодка будущего задерживалась и на чертежных досках, и на стапелях северодвинского завода Севмаш. Во-первых, по ходу дела уносились серьезные изменения в конструкцию корпуса. Титан, не корабельные стали. Здесь требовались другие методики расчетов прочности. Во-вторых, по существу рождалась новая отрасль металлургии. Не было также и производственных мощностей по изготовлению изделий из титана в промышленных масштабах. Все это создавалось параллельно, а время шло. Задержки сроков строительства новой лодки вызвали рост недовольства наверху. Торопили военные. В итоге было решено быстрыми темпами построить лодку с таким же ракетным комплексом, но из обычной корабельной стали. Заказ этот передали Горьковскому конструкторскому бюро, конкурентам и Санинам. Горьковчане умело использовали аргумент, что военным был нужен любой корабль с ракетами подводного старта, причем в серийном производстве. Ставилась задача за каждым американским авианосцем закрепить подводного пастуха с крылатыми ракетами. Для этого нужны были лодки в количестве не меньшим числа американских авианосцев. И в 1967 году в Горьком на заводе Красная Сормова благополучно сходит на воду стальной атомный ракетоносец. На вооружение ВМФ будет поставлено 17 таких лодок. Именно они войдут в историю как убийцы авианосцев. В справочниках НАТО эти лодки назывались «Чарли». Продолжение следует... Продолжение следует...